Коничива, мои дорогие, с вами Вадя Скетч, сегодня у нас ещё одна дополнительная история из ремастера DDUC+, под названием Равновесие, посвящённая Сайори и Нацуки. После прихода Нацуки, литературный клуб стал официальным клубом, ведь как некоторые из вас знают, чтобы клуб полноценно существовал, в нём нужно как минимум 4 участника, а вместе со своим статусом клуб получил всеми нами привычный вид. Сайори в один прекрасный момент решила поближе познакомиться и подружиться с Нацуки, а также захотела познакомиться с её увлечением, манга, не ночью большие княженцы Юрия носила, теперь можно и почитать маленькие у Нацуки, и вот Сайори так же как и Моника в прошлой истории берёт первую попавшуюся мангу, и честно говоря ей не очень-то и повезло, и Нацуки даёт ей мангу попроще. Казалось бы, первая попытка дружеского сближения с Нацуки прошла успешно, но всё же Сайори думает, что она не понравилась Нацуки, ведь она говорила с ней как-то не по-дружески, может Сайори пойдёт и будет соло решать свою проблему? Конечно же нет, и первым же делом она идёт рассказывать всё Монике, но Сайори не отчаивается и продолжает свою дружескую миссию. Поначалу второй разговор с Нацуки шёл опять же хорошо, они спокойно обсуждали мангу и позже просто сидели рядом. Сайори рисовала, а Нацуки читала мангу, но под конец что-то пошло не так, когда Сайори заговорила о своём увлечении писать стихи. Всё бы ничего, да и сама Нацуки занимается чем-то подобным, но для Нацуки стихи Сайори были слишком эмоциональные. Следующие несколько дней прошли точно так же, Нацуки это мягко говоря надоело и она всё рассказала Монике. Знаете что я заметил, Нацуки и Сайори и даже иногда Юри всегда рассказывают свои проблемы именно Монике. Когда ты это узнаёшь, то задаёшься вопросом, почему так, почему именно Монике? Но потом понимаешь, что литературный клуб это место, где в основном самовыражается и не скрывает своих мыслей и чувств. И некоторым это сделать непросто и президент, можно сказать, направляет на тот самый путь клуба. А кто у нас президент литературного клуба? Конечно же это Моника. Причём они хоть и всё рассказывают ей, но проблемы решают они сами. Это немного непонятно, но очень интересно. Вернёмся к разговору Нацуки и Моники. Конкретно Нацуки сказала, что Сайори в принципе норм проводить время, но она очень настойчивая и Нацуки не привыкла к этому в первые дни знакомства. И просто не успевает что-либо сказать. И это её всё, можно сказать, дико бесит. В следующий день Сайори бежит жрать в кафетерий, но внезапно она там палит Нацуки с её друзьями. Она как обычно здоровается с ней, но Нацуки её благополучно игнорит. Такое событие потрясло Сайори, настолько, что она не захотела идти в клуб, где уже была Нацуки. И тут Сайори становится мало Моники, и она решила высказаться ещё и Юри, которая тоже была на тот момент возле двери в класс. Юри выкладывает свою точку зрения, которая гласит, что все в этом клубе друзья исключительно только в стенах этого самого клуба. А в остальном у всех своя жизнь, и Нацуки не хочет допускать, чтобы эта дружба распространялась дальше этих стен. Это касается не только самого помещения, но и интересов тоже. Нацуки комфортно обсуждать с членами клуба только сами литературные дела и естественно мангу. Из всего этого Сайори делает вывод, что она уже надоела Нацуки. В тот день Сайори просто решила ограничить общение с Нацуки, и просто в одиночестве читала её мангу. Нацуки стала стыдно за то, что она сделала в кафетерии, и к концу дня она извиняется перед Сайори, и протягивает ей листок с поэмой, которую она написала специально для неё. Сайори же в свою очередь тоже извиняется, и наступает то самое равновесие в их дружбе. И под конец есть момент, который мне особо понравился. Сайори рассказывает о своём парне. Конечно же из манги. Это была история ZDLC+, равновесие, посвящённая Сайори и Нацуки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Вадя Скетч, всем удачи и всем сайонара! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok